доброй ночи дорогие друзья доброй ночи пользователи канала сегодня среда 24 августа 22 года я вас приветствую из брюсселя и продолжаем говорить о политике сегодня хотела бы продолжить тему украины и не только потому что сегодня историческая дата день независимости я надеюсь что этот день пройдет без эксцессов и без жертв но по другой причине по причине возникновения целого комплекса проблем из-за теракта который произошел 20 августа в подмосковье в котором основной подозреваемый является украинка связанная с азовом и сейчас об этом поговорим потому что фактически из-за этого теракта была торпедирована одна из наиболее значимых внешне политических инициатив российского государства в отношении украинского гражданского общества и так о чем идет речь речь идет о том что в настоящий момент украинцы опасаются за свою жизнь из-за настроение которые царят после этого теракта и соответственно они уезжают и это обессмысливает то есть эта ситуация обессмысливает указ который подписал президент путин 11 июля указ о предоставлении украинцам российских паспортов в облегченной процедуре имеется ввиду все украинцы не только те которые проживали или проживают на территориях сама провозглашенных республик но все граждане украины этот указ свидетельствует о том что президент различает и не ставит знак тождества между киевской кликой бандеровцами последователями олега тегнебока который набрал 1,7 процентов голосов соответственно азовом и украинскими гражданами украинским гражданским обществом которое желало мира потому что они голосовали в последних президентских выборах за зеленского именно потому что он обещал мир на донбассе это был контраст с петро порошенко которые поддерживал военные действия то есть фактически эти выборы президентом были референдумом на котором украинцы высказались за мир и поэтому президент путин видит в украинцам более всего обманутых избирателей зеленского но как вы знаете это не только обманутые избиратели также зеленский обманул свой электорат не только в смысле мира но и в смысле демократии потому что он фактически узурпировал власть он запретил один из политических партий он запретил свободную прессу и в связи с этим даже возник вопрос обсуждения у британских журналистов они стали говорить о том что даже во время второй мировой войны британцы не запрещали не цензурировали никакую информацию потому что они считали что свобода слова превыше всего это высшая ценность без которой нет подлинной демократии в настоящий момент как вы знаете идут аресты похищения людей у людей берут родственников общественных деятелей берут в заложники мы можем об этом поговорить о тех преступлениях которые совершает киевская клика для удержания власти для того чтобы подавлять критику которая звучит уже все чаще и чаще я об этом поговорю отдельно обязательно сегодня же о той критике которая развернулась от целой компании которая развернулась против коррумпированной клики зеленского это компания развернулась именно в западной прессе хочу подчеркнуть для моих оппонентов потому что они переживают когда я цитирую российские источники но данный момент я хотела процедуру именно российские источники а потому что российские газеты весьма цинично пишут после этого теракта о том что ничего страшного в том что украинцы уезжают не дорогие друзья это очень страшно я сейчас объясню почему они святы уезжают собирают чемоданы они отказываются от идеи приезжать в россию после этого теракта в двух словах что же произошло 20 августа вечером была подорвана машина в которой ехала 29-летняя дарья дугина дочь известного российского консервативного общественного деятеля молодая женщина скончалась на месте от полученных ран и в результате оперативно проведенных следственных мероприятий стало известно о том что основная подозреваемая украинка связанная с азовом которая приехала вместе с малолетней дочерью для осуществления этого теракта и соответственно и удалось скрыться и удалось скрыться не только с места преступления но она бежала из россии в эстонию эстония это отрицает но я не буду углубляться в эти споры они не имеют такого значения для моей навигации потому что у меня несколько другие цели в этом сегменте и так ей удалось бежать то есть ей удалось совершить резонансное преступление теракт ей удалось бежать и и удалось дестабилизировать российское общество потому что эмоции конечно зашкаливают и российский политический класс вместо того чтобы объединиться вокруг президента и поддержать эту наиглавнейшую политику они придаются эмоциями вместе с согражданами и соответственно они совершенно равнодушно смотрят на эту катастрофу которая происходит на их глазах то есть на обрушение этой значимой главной магистральной монументальной политики установления диалога с украинским гражданским обществом и соответственно я хотела бы действительно еще раз подчеркнуть что мы не должны забывать о том что украина это большая страна где проживают разные люди с различными точками зрения с различными мнениями которые им не дают высказать все потому что настоящий момент президент зеленский это диктатор зеленский и соответственно об этом к сожалению совершенно напрочь запыли российские политики которые поддерживают декларации фсб которые грозят проверять особенно тщательно всех кто приезжает с украины это непонятно зачем они это делают потому что у них есть все возможное век современных интернет технологии для того чтобы контролировать ситуацию без обременительных и устрашающих мероприятием но тем не менее политики и силовики объединились в своем эмоциональном порыве совершенно неуместно потому что у них совершенно другие обязанности как у пожарников во время пожара они должны стонать или роптать на судьбу и они должны заниматься утушением пожара это они не делают потому что в настоящий момент все разговоры о победе которую продвигают в определенных консервативных руках первую очередь конечно скорбящий отец погибшей дарьи дугиной который заявил о том что он просит российские вооруженные силы о победе он надеется на их победу я конечно не позволяю себе в данном контексте скорби критиковать отца то есть я не буду этого делать в данный момент но я хотела вычеркнуть что те понятия которыми он оперирует морально устарели потому что в современном понятии политологии мы не говорим ни о войне последняя война была второй мировой то есть это середина прошлого века мы не говорим о победе потому что фактически мы признаем в настоящий момент то что военные могут лишь создать контекст в котором гражданские должны решать свои проблемы то есть мы не говорим о победе как таковой мы не говорим о войне некоторые меня за это критикуют они пишут мне она почему вы не называется почему говорите про конфликт на украине они про войну на потому что я использую современные политологические термины потому что война это слишком большая метафора которые включают себя слишком много в настоящий момент военные и я хочу вас адресовать именно военным разделяют или различают 10 или 12 в зависимости от классификации видов войн это информационная информационно-психологическая это экономическая это контактная война и многие другие если вам интересно мы можем поговорить но с политической точки зрения о том какие существуют войны как велись войны против россии и гибридные и соответственно экономическая война велась и информационно-психологическая все это было задолго до конфликта на донбассе но и хотел бы еще раз подчеркнуть что самое главное это мнение украинского гражданского общества потому что мир можно установить метафорически и реально тогда когда гражданское общество этого захочет когда они откажутся от войны как от средства для достижения своих целей то есть война и мир метафорически и политологически это разные вещи но действительно мир на донбассе возможен тогда когда украинцы поймут что это будет в их интересах когда они откажутся от военных действий и перейдут к дипломатическим переговорам и в этом решающую роль играет именно именно гражданское общество потому что если 40 миллионов украинцев будут желать продолжение конфликта продолжение военных действий то соответственно не будет никаких рычагов для того чтобы изменить их точку зрения то есть это невозможно потому что точно такие же укрепы которые вы видите на фотографиях или на видеоматериалах касательно донбасса точно такие же укрепы у людей в головах потому что информационная и психологическая война велась в течение очень долгих лет задолго даже до 2008 года когда нато объявили про открытую дверь для украины и грузии я вам об этом напоминаю это истоки конфликта и соответственно этот указ президента путина которому я возвращаюсь потому что я с него начала он он посвящен тому чтобы гармонизировать отношения с украинским гражданским обществом и попытаться разрушить эти укрепы в душах и сердцах людей то есть это надо сказать очень широкий и очень осмысленный очень глубокий жест со стороны российского политического руководства который утверждает и этот указ утверждает а выложу ссылку на сайт президента утверждает именно гуманистические цели то есть гуманистические цели этого указа в том чтобы гармонизировать отношения в том чтобы наладить диалог и это является основной целью а вовсе не военные действия потому что военных действий не будет тогда когда воцарится мир в душе и в голове дорогие друзья это то что я вам хотела сказать конечно я хотела бы по критиковать российский политический класс еще ну я могла часами его критиковать конечно особенно в этой ситуации если вам интересно мы продолжим эту тему но меня просили не делать слишком долгие видео потому что моя публика это очень заняты люди я благодарю всех тех кто принимает участие в наших обсуждениях кто ставит лайки кто пишет слова благодарности блогеру конечно огромное спасибо всем тем кто высказывается кто искренне высказывать свое мнение и грандиозное спасибо всем тем кто делает донаты моему каналу на развитие я надеюсь что вы также примете участие в нашей дискуссии и буду ждать ваших реакций